Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Новости из Запорожской атомной электростанции, которая отказалась работать с фашистами. Значит ситуация следующая. Российские бандиты, которые захватили электростанцию, атомную электростанцию, заявили работникам, специалистам, персоналу о том, что они должны выполнять некие там условия Российской Федерации, а иначе их всех к сентябрю уволят. Вообще они в сентябре собрались переводить эту электростанцию на российские электросети и закрывать вопрос, как говорится, как они говорят с Украиной. Практически 100% персонала отказалось сотрудничать со временными оккупантами. Почему? Ну, во-первых, люди патриоты, люди выросли и возмужали, и стали людьми, получили образование в Украине, в свободной Украине, а не в варварской, дикой, зачуханной России. И никто не хочет жить по вот этим вот варварским обычаям и вообще стать частью этой позорного, этого государства. Стыдно же даже сказать, что ты россиянин какой-то, ну, наплюют в кофе, ей-бог. Да, так, ну, это хорошо, а то же могут и в дыню настучать, где-то там скажешь в нормальном обществе, что ты из России, что с тобой будет. Вот. Но дело даже не в этом. Дело в том, что кроме того, что русским быть стыдно, еще и оказалось, что все работники Запорожской атомной электростанции, еще и патриоты Украины. И поэтому просто послали временных оккупантов к чертовой матери вслед за крейсером Москва. Ну, а те заявили, что в свою очередь уволят у всех. Я что-то все слабо представляю, как они это могут сделать. Это ж не... Извините меня. Вот они даже вот не смогли заменить работников в Макдональдсе. Вы же все знаете прекрасно. Да, был Макдональдс, было нормальное питание. Как только заменили... Всего там менеджмент заменили. И назвали... Как же... Сожри и сдохни, как-то так назвали. Я не помню, как там они его назвали. Как там булочки стали с плесенью, а в гамбургере появились тараканье ножки. Это самое мелкое, что там произошло. Вообще просто они превратились моментально в рыгаловку. Ну ладно, то Макдональдс из Макдональдса сделали рыгаловку. Окей. Но это же атомная электростанция. Это безопасность тут невозможна. Взять и убрать персонал и заменить его какими-то алкоголиками, привезенными из Сыктывкара. Это чушь. Вот. Ну, это первым момент. Второй момент. Никаких оккупантов к сентябрю месяцу на Запорожской атомной электростанции уже давно не будет. Поэтому успокойтесь. Это не актуально. Оккупанты трепещут, что-то там дрыгаются, подергиваются, совершают непонятные фрикции. Все это очень скоро закончится. И Запорожская область была, есть и будет Украиной. Слава Украине! Слава Украине!